Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и очень символично, что сегодня я в айдентике A-Markets, потому что получил подарок от компании. Такую замечательную кепочку, здесь вот значок на футболке трейдинг из My Cardio. Действительно, 16 лет назад, когда я начал заниматься трейдингом, с тех пор каждый день трейдинг это мое кардио. Мне очень нравится торговать, а также заниматься обучением. Каждый понедельник я делаю выпуски на прибыльные сигналы на текущую неделю. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании. Кстати, давайте посмотрим, что еще. A-Markets прислала вот такую вот коробочку замечательную. Здесь есть классный блокнот вот такой вот с ручкой. Ну а также зонтик на случай финансового шторма. Ну а чтобы вас не штормило, обязательно пользуйтесь моими сигналами на прибыльные сделки. Также вступайте в клуб прибыльных трейдеров. Для этого достаточно нажать кнопку подписаться и поставить лайк и колокольчик этому каналу. Итак, поехали. Итак, не все, наверное, пережили бурю от Non-Farm в пятницу, когда все ожидали роста доллара. А он вдруг откорректировался и вырос евро-доллар. Ну, мне-то повезло. У меня есть зонтика, Markets меня защищает от таких штормов. А вас я предупреждаю, ставьте стопы, иначе вас тоже будет выносить. Итак, у меня здесь три сигнала. Если цена все-таки откорректируется, пойдет дальше вниз, то в районе поддержки, в районе цены 0.9777 можно будет покупать, зарабатывать на росте. Если цена продолжит еще движение вверх, он пока вот входит в таком канале, то в районе цены 1.0056 можно будет продавать, зарабатывать на падение. И также есть вот такая восходящая наклонная линия сопротивления. От нее можно будет тоже продавать и зарабатывать на падение в районе цены 1.0150. Британский фунт, похожая ситуация. Сейчас вот он пошел вверх, и здесь у него на пути встречается, значит, линия сопротивления. Это уже зеркальная линия сопротивления. 1.1421, если пройдет дальше, то в районе цены 1.1500 также может продавать, зарабатывать на падение от линии сопротивления на кулонной. Если же пойдет вниз дальше, а я думаю, что доллар все равно рано или поздно начнет укрепляться, то в районе цены 1.1174 здесь вот линия поддержки, отсюда можно будет покупать и зарабатывать на росте. Доллар-канадец пробил и остановился около линии поддержки. И теперь я ожидаю, если он пойдет дальше вниз, то при возврате к этой линии сформируется зеркальная линия сопротивления в районе цены 1.3498. И отсюда можно будет продавать, зарабатывать на падение. Если же цена резко пойдет все-таки вверх, то здесь вот линия сопротивления наклонная, отсюда мы продаем и зарабатываем на падение тоже в районе цены 1.3763. Швейцарский франк японской иене колеблется вот в таком широком диапазоне. И если пойдет вниз, то здесь вот есть широкая зона, такая поддержка, она состоит из двух линий. На аж 4 ее видно, здесь вот две линии, и это, и это имеет место быть. Поэтому это немножко ослабляет сигнал в том плане, что ложные пробои могут быть. Но просто уменьшайте объем и все будет нормально. Если цена пойдет вверх, то здесь в районе цены 149.930 можно будет продавать, зарабатывать на падение. Кстати, этот сигнал очень хорош с точки зрения долгосрочного входа. Вот мы видим, что здесь такие вот хорошие максимумы были, на которых строится эта линия сопротивления. Отсюда можно будет входить, например, моим роботом в долгосрочку на позицию в режиме sell. Кому интересен мой робот, переходите по ссылочке на мой канал и смотрите ролики с его тестированием. Австралийский доллар также сейчас подлетел вверх, но если пойдет все-таки вниз, то здесь в районе цены 0.62.94 может быть покупать, зарабатывать на росте. Анализ по нефти, по золоту и по другим инструментам смотрите полный обзор у меня на канале, ссылка в описании. Ну а сейчас давайте посмотрим экономические события. Все же не только на техническом анализе зарабатывает, но немножко на фундаментальном. Эта неделя не очень богата на хорошие события, однако вот начиная с четверга есть прям несколько новостей. Индексы потребительских цен это информация по инфляции, поэтому она традиционно увеличивает волатильность. И в пятницу будет ВВП по Британии, также много новостей. Тут за месяц, за год, за квартал направленного код движения не будет, но волатильность будет обеспечена. Поэтому присмотритесь к этим новостям. Ну и в 10 часов вот индекс потребительских цен по Европе добавит огня в топку этой волатильности. Ну что еще раз хотелось бы поблагодарить компанию E-Market за прикольные подарки. Ну а вы обязательно пользуйтесь бонусом 100% к вашему депозиту. Желаю вам хорошей торговой недели, увеличивать свой кэшфлоу. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.